В центре зала комок. Такие в 90-е были на каждом шагу. Алкоголь и табак, конфеты, краска для волос купить там можно было все что угодно. Даже фирменную зарубежную косметику вспоминает научный сотрудник музея. С коллегой они приобрели тогда большой набор. Я дарю этот набор Ольге Фридриховне. Там был такой виск, что я на одно ухо оглох, а Сембратов на другое. Экспонаты на выставку собирали не только по своим. Вещи мог принести любой житель Барнаула. Сегодня самых активных дарителей наградили грамотами. Марина Черепанова рассказывает, теперь на выставке ее розовое платье и кошелек. Но кое-что из 90-х дома осталось. Кукла Барби советская. То есть это та, которую мне родители купили. Игрушки новогодние. Тот же тетрис, потому что в него до сих пор можно играть. У ребятишек есть свои современные, которые сейчас продаются. Но мой до сих пор рабочий. И он тоже ждет своей очереди поступления в музей. 90-е нельзя представить и без политической составляющей. Профессиональные фото того времени, плакаты, даже избирательные бюллетени на выставке тоже есть. Историк Скубневский говорит, что многие его студенты уже и не вспомнят о тех временах, когда закрывали промышленные предприятия. Нынешние студенты спрашивают, а вот гипермаркет Алтай, а что там было? И никто не знает. Они уже не знают, им никто не сказал, что там был чат, бумажный комбинат. Многие считают это время развалом Советского Союза и не хотят вспоминать о нем. Но в те годы было интересно жить. И с этим вряд ли кто поспорит. А как уже относиться, уважаемые друзья, к 90-м годам? Каждый выбирает сам. Но это удивительная эпоха для нашей страны, для нашего края, которая позволила сделать определенный шаг к своему развитию. Окунуться в ту эпоху в музее можно будет до середины марта. В конце обещают настоящую дискотеку 90-х. Ждут всех желающих. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.